Дженни Этрих – руководитель информационного бюро Германской службы академических обменов при БНТУ. 30 апреля на базе Полесского госуниверситета она провела мероприятие о стипендиальных программах ДАТ. Все студенты со 2-го до предпоследнего курса имеют сначала возможность на один месяц подавать заявку, на один месяц поехать, чтобы изучать немецкий язык в немецком университете. Это одна такая стипендия, там до 1 декабря нужно подавать свои документы. Потом, в принципе, у нас идут все госледипломные обучения и стипендии для них. Тут уже на английском, либо на немецком можно подаваться и учиться в Германии, и самостоятельно подавать у нас на стипендию. Обязательное условие для тех, кто хочет стать студентом вуза в Германии – знание языков немецкого или английского. Об этом хорошо знают учащиеся гимназии номер 2, единственного учреждения среднего образования в Пинске, где можно получить международный сертификат или, как его еще называют, шпрах-диплом, подтверждающий знание немецкого. В прошлом учебном году четыре выпускника воспользовались этой возможностью и поступили в немецкие вузы. У нас в Германии, в принципе, учеба бесплатная. Есть специальные курсы, которые платные, очень часто тоже в частных вузах. Также Дженни Этрих рассказала о перспективах и для тех, у кого уже есть диплом о высшем образовании. Обучение можно продолжить в магистратуре. После получения первого высшего сделают мастер, и у нас учеба вообще, в принципе, идет в дневной форме. Значит, в заочной форме такой принцип нет. Есть один вуз в Германии, который предлагает такой вариант, но он платный. Они сначала должны проходить один год студенкулиг. Это подготовление к учебе в Германии. Так как у нас в школе в Германии школьники изучают своих предметов 12 либо 13 классов, а здесь только 11. Потом большая самостоятельность, потому что они все самостоятельно должны делать. Выбрать себе учебную программу, выбрать себе жилье, все такое. Им никто в этом сильно не поможет. Как рассказала Дженни Этрих, размеры стипендий для магистрантов – 850 евро в месяц. Субтитры создавал DimaTorzok